Если говорить о Российской Федерации, в том числе об отношении россиян, которые на самом деле понимают, что происходит, к ним всегда, в том числе из этой студии, есть такие месседжи, выходите, протестуйте, говорите нет, говорите, что вы против, возможно, радикализируйтесь, делайте что-то, делайте что-то против власти, против ее действий. В России периодически проходят антивоенные протесты, несмотря на то, что они запрещены на официальном уровне. В Москве, например, на днях прошла акция «Буча, Москва», выглядело это таким образом, сейчас, я так понимаю, можем показать эти фотографии, активист лежал в разных местах в центре Москвы, завязанными за спиной руками. Именно в таком положении, я напомню, в «Буче» были найдены тела убитых оккупантами мирных жителей со связанными белыми лентами, руками, за спиной, людьми, которые погибли от российской агрессии. Сейчас с нами на связи Николай Полозов, адвокат, большой друг Украины и украинцев. Николай, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. По вашему мнению, банальный вопрос, но вопрос, который украинцы постоянно задают себе его, в голове у себя, либо же гражданам Российской Федерации. Вот подобные акции, насколько они действенны? Что они, по сути дела, дают в этой борьбе против Путина, путинской агрессии и его соратников? Ну, безусловно, это акция солидарности. В России есть определенное количество людей, к сожалению, очень небольшое, по отношению к общей массе населения, которые не приемлят действия российской власти, не приемлят агрессию в отношении Украины. И, конечно же, они не приемлят совершение геноцида в отношении украинцев и военных преступлений, которые совершают российские военнослужащие. Но, к сожалению, этих людей очень мало, и на общую часть, основную часть населения России никакого воздействия эти акции не оказывают, потому что люди, зазомбированные пропагандой, которая льется из телевизора, в России за последний месяц сильно поменяли сетку вещания федеральных телеканалов, убрали развлекательные различные программы и усилили так называемые новостные, ну, фактически пропагандистские программы, которые промывают голову большинству россиян. Так называемые российские правоохранительные органы, прости господи, так говорить на самом деле, это нереально, как мне кажется. К сожалению, в Российской Федерации они продолжают задерживать, продолжают бить дубинками, догонять и делать абсолютно античеловечные, антигуманные вещи по отношению к своим же гражданам. Вы знаете, ну, в Российской Федерации по Оруилу еще нет полиции мыслей, но не факт, как говорится, в том числе. То, что делают российские так называемые правоохранительные органы, задерживают, бьют, не стесняясь, женщин, детей задерживают также, видели мы такие кадры из Российской Федерации, ведь подобные действия, они могут вызвать эффект Барбары Стрейзен. Чем больше людей ты задерживаешь за антивоенную позицию, даже человека, который держит в руках окорок из магазина Мираторг, от компании Мираторг, это же вызывает обратную реакцию, все больше и больше людей будут выходить, все больше и больше людей будут препятствовать нарушению своих прав и нарушению прав и вот этой геноцида украинского народа. Либо с Россией так не работают, как вы считаете? К сожалению, не работает. По сути, задерживают только тех людей, которые априори имели позицию отличную от позиции большинства и российской власти. Я хочу напомнить, что с начала войны, с 24 февраля, в России было задержано почти 15,5 тысяч человек. Некоторых задерживали по несколько раз, то есть люди выходили, их арестовывали, они отбывали административный арест, снова выходили, их снова арестовывали. Но если мы говорим об этом количестве по отношению к остальной массе населения, то это меньше статистической погрешности. То есть, к сожалению, российское общество находится в таком литургическом кошмарном сне, где то, что делает российская власть, то, что делает Путин, они воспринимают как должное. Я себя сейчас ставлю на место нашего зрителя из Российской Федерации, к примеру, который, слушая вас и, наверное, обращаясь к вам же только с другой стороны экрана, говорит, Николай, а что я могу сделать? Вот я обычный, как говорят, знаете, маленький человек. Что маленький человек один может сделать против большой системы, против этого левиафана, которого, как думается, невозможно победить? Конечно же, главное это не участвовать в этом зле, максимально распространять информацию среди знакомых, среди соседей, правдивую информацию о том, что происходит, о том, что российские военнослужащие убивают женщин, детей, мирных жителей на территории Украины. Пытаться не участвовать в каких-то массовых мероприятиях, на которые, например, бюджетников сгоняют в поддержку Путина. Каким-то образом стараться не участвовать, не поддерживать эту власть теми же налогами. Есть мирный способ борьбы, но, к сожалению, я боюсь, что только при массовом подходе он может быть сколько-нибудь эффективным. Добавим, что появилось видео, хочется, чтобы мы как-то, не то чтобы его прокомментировали, но сделали вывод из него. Россиянин напал на россиянина, потому что хочет войны против Украины. Другой нет. Такая ситуация. Давайте посмотрим, сейчас далее обговорим. Вот, мужик, мне разбил стекло. Только что, нахуй. Мужик, отр***ь мне стекло отразбил. Да мне на войну надо, когда ребята погибают. Какую войну? Ты мне, смотри, что сделал. С Украиной. Ты мне на хуй стекло отразбил. Мне на войну надо. Какую войну? С Украиной. Да какой с Украиной? С навстречами, ты понимаешь, с навстречами. С фашистами, б***ь, я буду с фашистами. С фашистами, б***ь, твари, б***ь, я вас рвал на части. С фашистами, б***ь, я, я, Чикаго, генерал. Мужик, ты, я ровно хера, ты мне стекло отразбил. Сол отсюда. Уехал, уехал, б***ь, уехал, б***ь. Вот такую херню творит, мужичок-то. Довольно эмоциональное видео, эмоциональная реакция от подобного персонажа. Давайте так, ведь агрессия Путина против Украины, это агрессия в том числе против его граждан, граждан Российской Федерации. Подобных людей, их все больше и больше, и они все больше и радикальнее будут проявлять свою реакцию по отношению к происходящему в Украине. Мы говорим о том, что Путин убивает Россию об Украину, говоря о санкциях, говоря о потерях российских граждан в этой войне. Но в том числе он же вносит огромнейший раскол в российское гражданское общество. Вот потому что подобные индивидуумы, они проявляют себя даже на таком уровне. Да, это так. Итак, на протяжении десятилетий путинский режим через пропаганду накачивал россиян ненавистью ко всем окружающим, прежде всего к друг другу. Именно в России человек человеку волк. И в этой атмосфере ненависти, конечно же, воспитываются такие люди, которые потом совершают преступления против человечности, которые не моргнув убивают детей, насилуют их. И я более чем убежден, что после поражения кремлевского режима война будет проходить в самой России. Это будет очень жестокая гражданская война, потому что ненависть в России сейчас фактически та скрепа, которая с одной стороны объединяет всех этих людей, а с другой стороны разъединяет до состояния ненависти и смерти. Николай, вот я вас хочу спросить у адвоката тогда. Есть часть российских граждан, как вот этот вот индивид, который мы увидели пару минут назад, который поддерживает Путина? Не секрет, это, к сожалению, что есть такие люди. Окей. Как вы считаете, каждый россиянин как адвокат? Каждый россиянин, он несет ответственность за действия своего государства? Как он может понести эту ответственность? Потому что, когда Путин говорит о деноцификации, вот мы говорим о настоящей деноцификации. Ведь над немецким народом также проводилась деноцификация. В другом виде, естественно, другими инструментами. Но, тем не менее, а ждет ли каждого путиниста деноцификация, депутинизация? Давайте так. Ну, как адвокат я скажу так, что современное международное право предусматривает, что уголовную ответственность несут индивидуально те лица, которые совершают преступление. Неважно, по всей цепочке принятия решения, от верховного главнокомандующего до последнего солдата, который нажимал спусковой крючок на автомате. Что касается моральной ответственности, то, конечно же, она ложится на всех россиян, на весь народ, который допустил, что нынешняя власть, нынешний режим совершает такие преступления. Кто-то этот режим откровенно поддерживал, кто-то не противился ему и занимал пассивную позицию, кто-то недостаточно хорошо боролся против него. Поэтому, конечно же, после поражения России необходимо будет проводить очень глубокую, очень тяжелую, очень долгую работу по депутинизации, десталинизации, деноцификации, потому что сейчас Российская Федерация фактически нацистское государство, которое ставит превосходство россиян над всем остальным миром. И, конечно же, опыт предыдущий, в том числе опыт исцеления немецкого народа, будет здесь очень полезен. Но быстрых решений, к сожалению, нет. Если говорить о деноцификации настоящей нацистском государстве, Кристофер Миллер, корреспондент, известный в Украине, в Российской Федерации, также во всем мире, он, знаете, заметил интересную такую вещь. Нашел на форме награждаемого солдата так называемой ДНР, квази-республики, которую создала Российская Федерация, нашел эмблему, похожую на нацистскую антрибутику. Давайте так, не то чтобы похожа, по факту это она и есть. Речь идет о видео, оно сейчас у нас демонстрируется на экранах, когда так называемая глава, так называемая ДНР, Денис Пушилин, награждает особо отличившихся во время так называемой операции по, опять-таки, тут, знаете, столько скобочек надо ставить, столько раз говорить, так называемое, освобождение Донбасса. У бойца, вот, по-моему, сейчас он будет на экране, у которого на рукаве нашит, вот сейчас можем это увидеть, нашит череп со скрещенными костями, напоминающий символ Квойск, СС, Вермахта, Мертвая голова. Этот символ, я напоминаю, в Российской Федерации, соответственно, и в квази-республике так называемый ДНР, также запрещен, причисляют к нацистской атрибутике. За его демонстрацию назначали раньше административное наказание. Вот такая вот ситуация, это какая-то сверхирония, как мне кажется, вот она, ирония сама по себе получается, что с одной стороны якобы бойцы, которые борются против нацизма в Украине, против нацистов, донцификацию проводят, сами-то точно не в белом пальто, как мне кажется. Ну, действительно, Российская Федерация пришла к тому, что выстраивание де-факто фашистского режима, оно предусматривает в том числе и эстетические аспекты нацизма. В России получился такой сплав тоталитарного сталинизма, тоталитарного нацизма, и элементы и того, и другого присутствуют, в том числе во внешних проявлениях. Не случайно форма российских военнослужащих имеет на себе очень много элементов формы вермахта. Не случайно награждают российских военнослужащих железными крестами. То есть, все это, ну и пресловутая фуражка Гитлера, которая как реликвия хранится в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Все это, несмотря на такую антифашистскую риторику, которая, по сути, является лишь переносом с позиции психологии, и является отображением самой сущности фашистского режима Владимира Путина. Как раз одним из признаков фашистского режима по Лоуренцу Бриту, да, является, вот грубо говоря, это мошеннические выборы, выборы, в которых реальность и реальное положение денег попросту невозможны. Ну, как таковое отсутствие оппозиции, в том числе, это вот одно из другого вытекает. Давайте так, наверное, банальный вопрос, риторически более чем. Почему Путин уничтожает, ну, оппозицию? Зачем он убирает, ну, не он лично, но и его ОМОНовцы, СОБРовцы и другие вот эти вот космонавты убирают людей, которые протестуют против агрессии с улиц? Зачем? Была бы, знаете, прекрасная такая возможность показать там европейским странам, государствам, США, вот показать там Джо, смотри, у нас же есть демократия, у нас же есть оппозиция, вон люди на улицу выходят, показывают окорок из Мираторга. Все окей, как бы, поэтому, что это тут со своими санкциями к нам лезешь? Это же настолько прямо, настолько туголобо вот так вот выбивать оппозицию своего государства. Хочется, чтобы вы прокомментировали, у нас пять минут остается с вами на разговор также. Ну, здесь важно понимать, что этап, когда необходимы были какие-то витрины, он уже прошел, маски сорваны, с оскаленных клыков стекает ядовитая слюна этого режима, и теперь репрессии будут принимать, в том числе внутри России, все более жестокий и все более масштабный характер. Уже после выхода из Совета Европы, исключения из Совета Европы, нет никаких препятствий для введения смертной казни, я думаю, что введут, и репрессии в отношении инакомыслящих будут производиться с не меньшим ожесточением, чем проводится уничтожение украинцев. Для российской власти не имеет значения, кого уничтожать, своих граждан или чужих. Война, смерть, это, собственно, и есть смысл этого режима. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание силы, все по Оруилу и Коруиловской океане, именно и идет Российская Федерация. И в конце, Николай, также хочется с вами обговорить такие промежуточные итоги политики Путина для каждого россиянина, который сейчас в том числе нас смотрит. Если говорить о последних событиях, например, посол Российской Федерации вызван в МИД Италии, ему объявлено о высылке 30 российских дипломатов. То есть постепенно Россия уже давно становится изгоем в Европе, каждый россиянин становится изгоем в Европе, во всем цивилизованном мире. Постепенно Россия закрывается, становится чем-то средним между Ираном и Северной Кореей. Что ждет россиянина, среднестатистического, завтра? Буквально коротко, если можно. Безусловно, ждет нищета, безусловно, угроза голода, безусловно, угроза быть призванным и убитым где-то. И, конечно же, важно понимать, что Путин готовится к большой войне не только с Украиной, со всем миром. И для россиян это не сулит ничего хорошего абсолютно. Это приведет к катастрофе, за которую придется платить десятилетиями. Николай, говорю вам огромное спасибо за вашу позицию, за то, что вы делаете для Украины. Говорю о защите прав украинских граждан, о защите крымских татар в так называемых судах, судилищах, по сути, Российской Федерации. За то, что стали частью нашего информационного марафона «Фридом». Напоминаю, что Николай Полозов, адвокат, был с нами на связи. Дали материал о арестах, о том, как буквально демократия исчезает. Это давно, в принципе, исчезла с Российской Федерации. О том, как арестовали, как будут арестовать и арестовывать, и, в принципе, арестуют граждан Российской Федерации за антивоенную политику, за антивоенную риторику. Давайте посмотрим. Это одно из видеозадержаний в Москве, в городе, где происходили самые жестокие столкновения с полицией после военного вторжения России в Украину. В автозак упаковывают десятки митингующих. По различным подсчетам на антивоенных акциях под лозунгом «Нет войне» полиция РФ задержала уже несколько тысяч человек. В период первоначальных акций, самых массовых, составляло порядка двух с половиной тысяч человек по всей стране. Ну, соответственно, за все это время где-то порядка шести тысяч были арестованы. В зависимости от вменяемого административного правонарушения им грозит либо штраф до нескольких десятков тысяч рублей, либо заключение под административный арест сроком до 30 суток, если это, например, неповиновение законным требованиям. Акции против войны с Украиной чаще всего проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Омске, Томске и других крупных городах. Однако их разгоняют под предлогом пандемии коронавируса. Оказывающих сопротивление заламывают и бросают в автозаки. Вовсю принимают и новую статью о дискредитации вооруженных сил РФ. Если сотрудники полиции во время массового такого мероприятия, акции в мегафонах говорят, что необходимо разойтись, а люди не расходятся, то автоматически им вменяется неповиновение законным требованиям. После принятия Госдумы закона о фейках в РФ начали сажать заправду о войне. Это может грозить лишением свободы сроком до 15 лет. Россияне активно доносят друг на друга. Занимаются травлей активистов и общественных деятелей. Возле их квартир устраивают акты вандализма. Например, бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» подбросили свиную голову под дверь и написали семитский лозунг на двери. Еще нескольким активистам разрисовывали вот этими Z-свастиками двери и писали слово «предатель». Подобные методы дают свои результаты. Последние недели на антивоенные акции собирается все меньше людей. Репрессивная машина эффективно запугивает россиян. Виктория Синько специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.